Михаилу Михайловичу Пришвину в этом году исполнилось бы 150 лет со дня рождения. К юбилею писателя библиотека номер 18 Северного округа познакомит вас с рассказом «Журка». Раз было у нас, поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он её проглотил, дали другую, проглотил, третью, четвёртую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой и не было. «Умница!» — сказала моя жена и спросила меня. «А сколько он может съесть их? Десяток может?» «Десять, — говорю, — может. А ежели двадцать?» «Двадцать едва ли». Потрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой ходить всюду. Она корову доить, и журка с ней, она в огород, и журки там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходить с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребёнку, и без него ей уже скучно, без него никуда. Но только ежели случится, нет его, крикнет только «фру-фру-фру», и он к ней бежит. «Такой умница!» Так живёт у нас журавль, а подрезанные крыльев его всё растут и растут. Раз пошла жена за водой вниз к болоту, и журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от журки в болото. Журка за ним. А вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями журка. И вдруг полетел. Жена ахнула и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слёзы, и к нам. Ах-ах, горе какое! Ах-ах! Мы все прибежали к колодцу. Видим, журка далеко. На середине нашего болота сидит. «Фру-фру!» – кричу я. И все ребята за мной тоже кричат. «Фру-фру!» И такой умница! Как только услыхал он это наше «Фру-фру!» Сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости. Велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек множество было. Ребята скоро набрали две шапки. Принесли лягушек, стали давать и считать. Дали пять – проглотил. Дали десять – проглотил. Двадцать и тридцать. Да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки. А сейчас предлагаем смастерить своего журку, который поселится в вашем доме. Для изготовления журавлёнка вам понадобится цветная бумага, ножницы, клей, циркуль и пластиковые глазки. Изготавливаем шаблоны. Большой круг для туловища диаметром 80 мм. Малый круг для головы диаметром 50 мм. На основе малого круга делаем шаблон для крыльев и хвоста по образцу. Длина клюва – 100 мм. Ширина по центру – 15 мм. Ширина лапы по основанию – 15 мм. Из белой бумаги по шаблонам вырезаем по одной детали туловища и головы. Две детали крыльев и одну деталь хвоста. Для шеи вырезаем полоску длиной 130 мм и шириной 15 мм. Из красной бумаги вырезаем две лапы, один клюв и две полоски для ног длиной 300 мм и шириной 15 мм. На белые детали крыльев и хвоста наклеиваем черные детали, смещая их от среза примерно на 10 мм. Будьте внимательны! Промазывайте клеем только округлый срез черной детали, а не всю деталь. Белые перья слегка отгибаем, придавая им объем. Из полосок делаем гармошки. Глубина складки – 10 мм. Складываем деталь клюва по линиям сгиба. Наклеиваем клюв на деталь головы. С помощью двустороннего скотча наклеиваем глазки. Верх головы украшаем перышками. С обратной стороны головы приклеиваем белую гармошку – это шея. Здесь же, в верхней части головы, приклеиваем петельку. К туловищу приклеиваем деталь шеи с головой и две ноги с уже приклеенными лапами. Здесь же, приклеиваем детали крыльев и хвоста по образцу. Спереди грудь журки украшаем перышками. Наш журавленок готов! Познакомьте детей и с другими книгами о природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok